Надо срочно строить жертвенник третьего храма. Срок родов младенца мужеского пола церковью приблизился. До 16 сентября 2023 года остались считанные дни. Поскольку не построен третий храм, где будет престол Бога, которому должен быть восхищен младенец, рожденный церковью, надо начинать с постройки жертвенника. Жертвенник должен быть построен на том месте, которое указано Езекиилем в его пророчестве, в Иудейской пустыне, в 30 километрах к югу от Иерусалима, на месте руин жертвенника Авраама и Его Вейре, в точке с координатами 31 градус 28 минут 59,1 секунды северной широты и 35 градусов 14 минут 39,9 секунд восточной долготы. Когда строился второй храм, была такая же история. С первого же дня, седьмого месяца, начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание. Жертвенник тогда был построен до начала строительства храма. В пророчестве Езекииля, в главе, где дано описание жертвенника и указанное жертвоприношение при освящении жертвенника, не сказано, что к этому дню храм уже будет построен. По окончании же сих дней в восьмой день и далее священники будут возносить на жертвенники ваши всесожжения и благодарственные жертвы, и я буду милостив к вам, говорит Господь Бог. Обратите внимание, что написано только про всесожжение и благодарственные жертвы после освящения жертвенника. Не написано про жертвы за грех, про жертвы повинности и про мирные жертвы, о которых говорится в других главах пророчества, где упоминается храм. То есть в самом начале, к постройке жертвенника, собирается только малая часть верующих, христиан и иудеев. Это Смирнская церковь из Откровения. Эта малая часть Божьего народа построит жертвенник и начнет ежедневные жертвоприношения на нем. Их будут злословить, как написано, «Знаю твои дела и скорбь и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Смерть здесь означает не физическую смерть участников, а прекращение миссии этой церкви после постройки храма. Этой церкви, вероятно, придется приносить жертвы в пустыне до лета 2026 года, когда истечет срок мерзости запустения для иудаизма. С момента начала жертвоприношений в Йом-Кипур начнется отсчет 2300 вечеров и утр игнорирования христианами и иудеями необходимости постройки храма, согласно слову Бога, данного через пророка Иезекииля. Иудаизм покается 1, 17 тому за 2026 года. Тогда-то и может быть построен третий храм, и сразу вслед за храмом город Ягве-Шамма. Сейчас приблизилось время родов церковью Единства Святых вне деноминаций. Кто понимает роль храма по Иезекиилю как место второго пришествия Иисуса Христа, пусть добирается до места, где будет построен жертвенник в Иудейской пустыне и присоединяется к Смирнской церкви. Поднимите знамя на открытой горе, возвысьте голос, махните им рукою, чтобы шли в ворота властелинов. Я дал повеление избранным моим и призвал для совершения гнева моего, сильных моих, торжествующих в величии моем. Вот эта голая гора безрастительности. Вот эти руины жертвенника Авраама, где должен быть восстановлен жертвенник для всех, кто следует за Богом Авраама. Вот этот жертвенник, который должен встать на этом месте. Когда рядом с жертвенником поднимется здание храма, то это будет местом собрания избранных от четырех ветров. Избранные от четырех ветров войдут в восточные ворота храма, и это будет второе пришествие Христа. Это событие, как освящение жертвенника, должно быть в начале года, в период съем Теруа, праздника Трубдаемки Пур. Если сейчас мертвое христианство и мертвый иудаизм оказываются не способны построить храм, который должны построить верующие для второго пришествия Христа, то по мере пробуждения евреев и христиан этот храм все равно будет построен. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Напоминаю, что этот срок уже начал отсчитываться от землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года в Тубешват. И окончанием этого срока должна стать постройка города Яхвешама в Израиле к празднику Симхат-Тара в 2026 году. Поэтому третий храм должен быть построен до Симхат-Тары 2026 года. Подробные описания храма и чертежи жертвенника, который должен быть построен, даны в книге «Храм в соответствии с пророчеством Иезекииля» проект 1534. Книгу можно скачать по ссылке внизу видео. «Для постройки жертвенника в Иудейской пустыне помимо камней нам потребуется большое количество бронзовых деталей, без которых невозможно построить жертвенник. Я не знаю, как Господь Бог усмотрит, чтобы они у нас появились. Я не знаю, как Господь Бог усмотрит, чтобы у нас было необходимое количество скота для жертвоприношений. Но мы должны начинать, как Авраам, идти и верить, что Господь усмотрит нам Агнца для всесожжения, потому что место, где мы соберемся, названо Иегово-Ире, что означает «Господь усмотрит». Большинство христиан как-то безучастно смотрят на то, будет ли построен третий храм. Как будто им не нужен Иисус Христос. Как будто они не желают его второго пришествия. Да поймите же вы, что никто не будет строить третий храм за нас. Миром правит сатана. И сатане не нужен третий храм, который стал бы трибуной для святых, поставив их на вершину высокой горы, откуда их голос услышит весь мир. Построить жертвенник – это первый шаг к постройке храма. Пока мы ничего не делаем, ситуация будет только ухудшаться с каждым днем. Другого варианта второго пришествия Христа, кроме как явления его в святых, не будет. Единство святых не может быть достигнуто в деноминации христианства и не может быть достигнуто без общего собрания здесь на земле. Общим собранием для всех святых может быть только храм, описание которого нам дано в Библии, в пророчестве Езекииля. Поэтому постройка третьего храма – это вопрос, от которого зависит наша жизнь. Христос, жизнь наша, не может явиться здесь, пока не построен третий храм. В книге пророка Езекииля прямым текстом написано, что в третий храм явится сам Господь Бог Израилев. Это и будет второе пришествие Иисуса Христа. Никакого другого второго пришествия быть не может. Промедление с постройкой храма будет только умножать нашу скорбь. Не вари, козленка, в молоке его матери. Нельзя медлить с исполнением заповеди Божьей. Иначе доброе молоко тары обратится во зло для бедного козленка. Вы сами не заметите, как сваритесь живьем в чистом словесном молоке, не исполняя того, что от вас хочет получить Бог. Сроки подошли, и середина седмины наступает осенью, с 16 сентября 2023 года. Если мы не построим храм и даже не построим жертвенник к этому сроку, то что на нас может обрушить Господь Бог? У человека есть выбор исполнить слово Бога или не исполнить, остаться жить или умереть. Нет никакого предопределения для человека, что он обязательно будет спасен, если он повторяет какие-то мантры в церкви или дома. Человек должен исполнять слово Бога, обращенное к Нему, и когда все христианство не исполняет заповеди Иисуса Христа, то уже нет для них спасения, нет для них жертвы Иисуса Христа, а есть только Божий гнев, готовый пожрать его противников. Субтитры создавал DimaTorzok